Австралия. Географическое положение, истории открытия и исследования. Австралия. Вот что писал об этом материке Жюль Верн. Самая причудливая, самая нелогичная страна из всех когда-либо существовавших. Земля парадоксальная, опровергающая законы природы. Терра инкогнито, как в старину называли Австралию, и сейчас остается для нас землей полной загадок, сюрпризов и сокровищ. Как ни одно другое место на планете Австралия поражает своим многообразием. Площадь Австралии с океаней составляет всего 9 миллионов квадратных километров, что, например, в шесть раз меньше Евразии, 54 миллиона квадратных километров. Однако Австралия единственная в мире страна, занимающая целый материк. Австралия целиком лежит в южном полушарии. Материк почти посередине пересекается южным тропиком. Почти вся территория Австралии расположена в условиях тропического климата. Береговая линия Австралии слабо изрезана. Большой австралийский залив неглубоко вдается в сушу. В северной части расположен еще один залив – Карпентария. Австралия лежит на расстоянии тысяч километров от остальных материков. К ней примыкает множество островов. Одни из них есть не что иное, как остатки древнего континента – Новая Гвинея, Новая Зеландия, Новая Каледония и отдаленные острова Фиджи. Крайние точки Австралии. Север – мыс Йорк. Юг – мыс Сауд-Ист-Пойнт. Запад – мыс Стип-Пойнт. Восток – мыс Байрон. Предположения о том, что в южном полушарии обязательно должен быть огромный материк, высказывались еще древними греками. Но поскольку никто ничего достоверного о существовании этого южного материка не знал, контуры его изображались на картах приблизительно, а подпись гласила «Неизвестная Южная Земля». Эта неизвестная земля занимала на карте огромное пространство. Считалось, что в южных частях Трех океанов – Тихого, Атлантического и Индийского находится крупнейший материк Земли, площадь которого превышала суммарную площадь всех известных к тому времени материков. На самом же деле все было совсем иначе. Первое появление европейцев у берегов Австралии относится к эпохе великих географических открытий. В 1605 году голландский мореплаватель Вильям Янзон проник в побережье залива Карпентария. Проникнуть далеко на юг удалось кораблям голландского мореплавателя Абеля Тасмана. В 1642 году он совершил плавание вокруг Австралии, высаживаясь в некоторых местах на пустынный берег. Им был открыт остров, названный позже в его честь Тасманией, а также остров Новая Зеландия. Более 200 лет голландцы оберегали тайну открытого имя материка. Окончательное открытие Австралии было совершено величайшим мореплавателем своего времени, англичанином Джеймсом Куком в 1770 году. Во время своего первого кругосветного плавания, всего их было три, он открыл восточное побережье Австралии, установил, что Тасмания и Новая Зеландия это не полуострова огромного материка, а острова. Кук высадился на берегу материка и провозгласил открытую им землю частью Британской империи. После плавания Кука очертания материка были установлены довольно точно, а очень скоро окончательно установилось название Австралия, Южный материк. Материк оказался небольшим, располагался он далеко от Южного полюса, поэтому поиски еще неизвестной земли в более южных широтах продолжились. Освоение Австралии началось в самом конце 18 века англичанами. Они построили на берегу залива каторжную тюрьму. Так появилось первое поселение на Новом материке, которое уже через несколько лет стало называться городом Сидней. В 1860 году экспедиция ирландца Роберта Берка пересекла материк с юга на север. Путь от города Мельбурна до побережья залива Карпентария занял полгода. Экспедиция сразу же отправилась в обратный путь, но возвращение уже оказалось не под силу путешественникам. Экспедиция Берка погибла. Единственный участник экспедиции был спасен случайно проходивший мимо группой аборигенов.